Вьетнамская народная сказка. Как появились обезьяны. В давние времена в одном богатом доме была свадьба. Собралась вся родня жениха и невесты. Гости пируют, радуются. Вдруг входит к ним старик и просит подаяния. Разозлились богачи. Даже зернышка риса нищему старичку дать не захотели. Простой похлебки пожалели. Посмеялись, обругали незваного гостя. А потом натравили на него пса. Да, поспешил старик вон из богатого дома. Только присел у колодца, смотрит, подходит с бадьями на коромысли молоденькая девушка. До того она некрасива, что даже глядеть на нее неприятно. Поставила девушка бадьи, вынула горстку холодного риса и только собралась его съесть, как увидела нищего. Протянула ему девушка рис. Сегодня у моих хозяев большой свадебный пир, а мне они ничего даже и попробовать не дали. Вот наскребла немного холодного риса в котлах. Угощайтесь, почтенный, может, утолите голод. Взял старик горстку холодного риса. Спасибо за угощение, внучка. Хочешь, я исполню твое самое заветное желание. Скажи, не стесняйся. Подумала девушка немного и отвечала. Есть у меня одно желание, дедушка. Да не знаю, как и сказать о нем. Хочется мне быть такой же красивой, как и мои подружки. Кивнул старик головой. Взял девушку за руку и повел к маленькой речке. Полезай в воду, сказал. Да не бойся, перейди речку вброд. Сделала девушка все так, как велел ей старик. И, о чудо, не дошла еще до другого берега. Взглянула на свое отражение в воде, а на нее красавица смотрит. Обрадовалась девушка. Низко старику поклонилась. Вскинула коромысло на плечо и пошла к дому. Никто не узнал служанку. Что это за девушка? Что за красавица принесла бадьи с водой? Ни с кем не поздоровалась, никому не поклонилась. Зашумели гости. Ты чья такая будешь и зачем носишь воду в наш дом? Спросила девушку невеста. Я ваша служанка, отвечала девушка. Рассказала она, как повстречала нищего старика и какое чудо он сотворил. Выслушали ее гости и побежали гурьбой к речке. Видят, сидит в тени деревьев. Тот самый старик отдыхает. Бросились к нему гости, наперебой приглашают в дом. Старик не стал отказываться. Поел, попил. Тут все гости давай его просить, умолять, Сделать и их такими же красивыми, как ту молоденькую служанку. Улыбнулся старик. Поднялся с места и пригласил всех за собой следовать. Подошли к речке. Старик велел им скинуть одежды и перейти речку вброд. Богачи стали сбрасывать с себя кофты, рубашки, халаты, допрыгать в речку. Но когда они подошли к другому берегу, то ужаснулись. Тела их обросли шерстью, лица сморщились и скривились в гримасах. А сзади у каждого вырос длинный хвост. Вот как превратились в обезьян все важные родственники жениха и невесты. К людям в деревню они больше не вернулись, а всей стаей убежали в лес. Там и живут до сих пор.